Вот уже несколько лет, в дни новогодних каникул, клуб собаководства Акбар, Центр внешкольной работы проводит праздник для всех любителей четвероногих друзей. В этом году темой ток-шоу стали собаки-герои Великой Отечественной войны. И сегодня будет информация для местного населения о тех собаках, которые в годы Великой Отечественной войны также были к плечу с нашими воинами, с нашими дедами и отцами в боях в Великой Отечественной войне. Горожанам рассказали о собаках, которые, жертвуя собой, взрывали немецкие танки. Одна четвероногая воительница Дина пустила под откос вражеский бронепоезд, причем сама осталась жива. Немецкая овчарка Джуль Барс обнаружила 7,5 тысяч мин и более 150 снарядов. Эта собака участвовала в разминировании дворцов над Дунаем, замков Праги и соборов Вены. О подвигах животных героев нельзя забывать, особенно в год 75-летия Великой Победы, уверена организатор праздника. Также наши сейчас ребята готовятся уже к параду Победы 9 мая, и мы планируем, что в параде будут участвовать собаки, которые будут символизировать тех, которые участвовали в дни Великой Отечественной войны и пройдут по площади вместе со своими хозяевами. Также у посетителей Дог-шоу была возможность пообщаться с опытными собаководами и побольше узнать об особенностях той или иной породы, прежде чем заводить собственного четвероногого друга. Алексей рассказал гостям выставки о своих собаках породы кавалер Кинг Чарльз Панель. Для дома я считаю самое оптимальное, они вообще не рвут, не ломают ничего, как кошки просто все время на кроватке лежат рядом. Хулиганства особо нет никакого, очень ласковые, неприхотливые, мягкие, можете потрогать какие. Самые дружелюбные, кусаться вообще не умеют, они могут только залезать насмерть и все. Еще один праздник для любителей собак клуб Акбар организуют в мае. Горожан ждет выставка и парад пород, а также показательные выступления кинологов. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.